На ремонт дорог области дополнительно выделяется полтора миллиарда рублей, а поддержка сельхозпредприятий региона вырастет на 300 миллионов. Пленарное заседание кировских законотворцев сегодня длилось больше шести часов. И эти новости только небольшая часть итогов встречи депутатов. Подробности в нашем сюжете. Что может быть важнее здоровья? Депутаты сегодня расширили список региональных льготников. Теперь детей с сахарным диабетом первого типа бесплатно обеспечат средствами постоянного мониторинга глюкозы в крови и расходными материалами к ним. На сегодняшний день это на плечах родителей, это затраты семьи, затраты немаленькие, поскольку расходные материалы требуются кому-то раз в неделю, кому-то раз в две недели, в зависимости от типа устройства используемого. И приняв закон, о котором мы сейчас говорим, мы такие семьи полностью обеспечим расходными материалами. В центре внимания депутатов была и поддержка малого и среднего предпринимательства. И сегодня были приняты законопроекты, направленные на развитие бизнеса в Кировской области. Это продолжение поддержки тех предпринимателей, которые впервые зарегистрированы на территории Кировской области. И вторая цель этого законопроекта, это как можно больше вывести участников экономики из серой сферы, давить возможность легализоваться, и это было способствовало пополнению бюджетов. В итоге около 30 поправок и законопроектов обсудили сегодня кировские законотворцы. Среди них доклад и оценка работы областного правительства за пять лет, бюджет региона, налоги, документы о поддержке детей-сирот, сельхозпроизводителей и другие. Очень важно сегодня поддержать наше муниципальное образование с точки зрения ремонта общеобразовательных учреждений, учреждений дошкольного образования. Есть ремонты спортивных объектов, есть сегодня поддержка сельскохозяйственной отрасли. И самое главное – это повышение заработной платы для работников бюджетной сферы. Этот вопрос крайне важен сегодня, и в поправках он нашел свое отражение. Кстати, вопрос о наборах для новорожденных тоже решили. Теперь такая поддержка молодых семей будет и в Кировской области.